всем привет мальчишки и девчонки а также их родители как он моя пижама привет уважаемые подписчики или ты простой случайный такой любитель ютуба да и попал вот ко мне на канал меня зовут владимир бычков я занимаюсь перепродажей автомобилей и в этом выпуске сегодня я хочу сделать такой информационный выпуск потому что много вопросов поступает как ты начинал какие у тебя были проблемы как ты попадал на сколько попадал но я имею с перепродажами да я решил сделать такой информационный выпуск о себе лично то есть как я пришел вообще в автобизнес как я начинал с чего начинал и вот такие вот вопросы хочу сразу поздравить всех с наступившим двадцать вторым годом не знаю какой будет этот год но верю в то что если у нас будет здоровье то как говорится все остальное мы сможем достичь сами да но если у нас будет пожелать сразу хочу озвучить несколько вопросов на какие на которые я буду отвечать но они в принципе все примерно об одном я переписал это ваши вопросы которые вы задавали я их переписал тут себе вот в блокнот вопрос расскажи о себе 2 с чего начать на 3 как ты попал и насколько ну и дальнейшие планы но я бы еще ко всему этому этому добавил еще один вопрос про youtube вообще зачем с чего почему и так далее и тому подобное а ну начнем наверное с самого важного самого первого с чего все началось то есть как я вообще пришел перекупы да с детства я имел отношение к технике ну там на эти мопеды мотоциклы движения какие-то вот такие вот ну и минут что-то чинили велики менялись ломали и так далее и тому подобное потом я постепенно рос и в 2010 году моя жизнь круто поменялась но до этого я был наркоманом грубо говоря с 98 года по 2010 год я употреблял разные наркотики ну там героин и так далее я знаю что это видео для кого-то будет камнем преткновение кто-то просто скажет но я больше не буду смотреть это за этого блогера там или или не до блогера так как многие говорят но это не меняет ничего потому что этот блок по сути я веду для себя но кому-то он заходит кто-то отписывается кто-то подписывается и вот в таком ключе как бы по большому счету но я очень рад что вы подписываетесь но и мне будет больно допустим если вы нет ну будете отписываться но на блок это никак не повлияет то есть я как вел его так и буду вести но так вернемся в те далекие 2010 года я был наркозависимым человеком и у меня не было ни машины там ничего не было были они мечты какие-то амбиции там как я буду ездить на какой-то машине да знаете вот это работа где-то кстати такой моя пижама нормально нет подарок жены ну ладно это не об этом и в общем а в десятом 2010 году моей жизни наступил переломный момент я попал в центр реабилитации когда уже не было чего есть пить спать и так далее и тому подобное как раз под новый год 2010 я попал в центр реабилитации протестантам евангельские христиане баптисты есть такие в россии я думаю многие из вас знают но не только в россии много где есть так вот я попал в этот приют и моя жизнь круто поменялась я уверовал в иисуса христа и стал жить другой жизнью бог поменял мышление если я до 2010 года много людей обманывал воровал и так далее и тому подобное то после 2010 года после встречи со христом моя жизнь круто поменялась я понял что то моя жизнь которой я жил она много приносила вреда боли людям и вот и так далее в 2011 году я вышел с реабилитационного центра это было середина года июнь июль там августе ну где-то вот что такое я понимал что мне надо где-то работать я устроился фирма такая у нас есть в россии gloria jeans называется работал главщиком потом я работал карщиком потом я стал старшим смены это была высшая планка который можно было достичь вот в этой организации так было два года но в течение этих двух лет я забрал права свои с гаи так как я был лишен и первая машина кстати которая у меня была еще в далеком 2003 году это была жигури вас 2106 98 года или 7 но мое вождение на ней было недолгим в этот же год 2003 я получил права меня сразу лишили за употребление наркотиков и в общем до 2011 12 года у меня не было машин никаких в общем а в 2011 12 году я забрал права купил первую машину то есть как это было мне на работе в gloria jeans я работал нам пришел там представитель сбербанка и выдал всем эти кредитные карточки знаете да но я думаю сейчас многим пользуются вот у меня была такая сбербанка на 40 тысяч рублей и у меня были права у меня была эта карта и я думал как как не купить машину я сильно хотел себе машину думаю как это сделать и в общем что я сделал я нашел девятку девяносто девятую девяносто восьмого года цвет такой у них есть приз поводу призы расскажу попозже в общем пошел нашел эту машину там купил эту девятку себе девяносто девятую кредитки рассчитался за 40 тысяч я купил за 38 500 если быть точным и это был реально приз а еще больше я скажу это был сюрприз у нее был в гнилой короче телевизор и крабы вот где крепятся они просто короче телевизор ходуном ходил эти крабы крепятся за телевизор все это вместе ходило в общем на этой машине нельзя было ездить это было очень ну короче такое мероприятие прошло какое-то время может быть там два-три месяца и я пошел оформил себе кредит в бинбанке я как помню чудом мне дали этот кредит я не знаю потому что после этого я приходил когда я уже рассчитался до мне кредит больше не давали хотя у меня там и история была нормальная я пью чай вот такой ричард называется в общем а купила этот приз ездил на нем три-четыре месяца но я понимал что так продолжаться больше не может это просто дрова какие-то я пошел в банк мне дали кредит 200 тысяч и вот тут я стал думать чем не купить у меня есть еще родственники и мне звонит брат мой двоюродный говорит короче есть марк сотый за 180 тысяч то ли я его купил это 2000 год морковник сотый кузов уже рестайлинг там задние фонарики такие они цельные но его надо было красить а до этого я маленько там работал короче в малярке у меня был свой знакомый маляр в общем я купил этого марка за 180 тысяч себе тачку на автомате двухлитровый у меня просто не было вообще восторга пределу моим эмоциям я радовался как ребенок эту жигу я продал девятку также 40 тысяч закрыл по-быстрому там часть кредита а кредитку я закрыл вот и короче покрасил этого марка с горем пополам там где-то месяц наверное ушел или больше даже за 20 тысяч него покрасили это был 2012 год и я уже на этом марке ездил полгода я понимал что мне не хочется платить этот кредит вот кредит который я взял бимбанке мне не охота было за него свои деньги отдавать потому что я реально работал по 12 часов этой glory jeans зарабатывал там 30 тысяч у меня зарплата была это со всеми там переработками надбавками и так далее я понимаю я не хочу короче ну платить этот кредит и тут я думаю надо поставить этого марка на продажу его продать потом часть закрыть кредита и уже быть но короче в свободе ну что я делаю я выставляю этого марка выставляю этого mark 2 на продажу продаю его за двести семьдесят тысяч рублей чтобы вы понимали купил его за 180 20 тысяч отдал покраску туда сюда ну где-то 30 210 он не обошелся я его продаю за двести семьдесят или двести шестьдесят пять тысяч за полгода цены еще вот так не скакали как час я просто понимаю что я заработал шестьдесят пять тысяч там грубо говорили 55 да и просто вот у меня не было предела в общем что я делаю я беру бабки короче покупаю себе жигу четверку там тоже у знакомого родной краски все дела тогда они по двести тысяч стояли но я еще в рынке вообще я был ноль конкретно меня обманывали много то есть я как-то сам там знаете вот этим методом пробы ошибки да как то вот короче все заборы пни посносил чем можно было ну короче суть не в этом в общем я покупаю эту четверку за 180 тысяч 2008 года остальные деньги несу в банк закрываю короче часть кредита у меня кредита там остается что около 120 что ли ли 100 тысяч даже а потом что я делаю я беру эту я беру короче эту четырку кстати перекуп мне звонит с москвы сейчас буду тачку предлагать беру эту четырку короче за 180 продаю под новый год за 210 по моему и я просто был вообще на седьмом небе я конечно эту разницу быстро несу тоже банк круче так и все эти кредиты там сгорем пополам закрываю и я свободен реально потом я покупаю одну четырку меня там перекупы обманывают с ней там я заработал 5000 нее там туда-сюда в общем вот так началась моя перекупская жизнь ответ на вопрос как началась твоя перекупская жизнь моя перекупская жизнь началась с машины вас 21099 но можно сказать что это был марк 2 марк 2 сотый кузов деньги потом были взлеты падения в общем но я живу обычной жизнью в 2011 году в 2012 я женился у меня трое детей моя жизнь круто поменялась сейчас у меня есть дом но много всего да вы видели уже в роликах но не об этом как бы суть и я работаю продолжаю вот работать в этой глории потихоньку занимаюсь тачками и получился такой момент в горе что я понимаю что надо туда уходить я оттуда увольняюсь и мы с женой думаем что делать дальше как бы как она говорит ну я думаю что у тебя с тачками все получится я говорю ну я не уверен она говорит ну давай попробуем поэтому мужья слушайте своих жен ну конечно с разумением но слушайте прислушивайтесь что они вам советуют и вот тут начинает самое интересное я покупаю какие-то тачки дрова там что-то с ними делаю как-то крашу то мне продадут одну машину у нее мотор дымит и я там мотор этот делаю там у меня есть пацаны не русские сейчас смотрите если меня пацаны вам вообще особенный респект и вот на этих связях я как-то потихоньку зарабатываю зарабатываю и постепенно смотрю у меня капитал начинает приумножаться опять же от чего но потому что я деньги ну не куражил нигде я их складывал вот реально то есть у меня там мы с женой определили лимит на который мы сможем жить да там жена у меня еще детский получала и вот все остальное что у меня с тачки было я их как-то откладывал откладывал ну как бы как не откладывала Ice터 вкладывал в рост да я все больше в оборот в оборот в оборот и потом я смотрю уже бах у меня уже миллион есть я такой нифига и вот постепенно постепенно то То есть я вот начал как-то развиваться. Следующий какой вопрос, наверное, возьмем. Как ты попал? У меня еще не было никакого YouTube канала, ничего не было. Это был 2014 год. Как раз рынок, когда изменился, когда доллар подскочил у нас до 100 рублей, с 30. И когда граждане Казахстана поехали в Россию за тачками, все поехали в Москву за европейцами. Это вот эти были ходовые тачки Nissan Tiana. Короче, я поехал в Москву там со знакомым. Купил там тачку Nissan Tiana 31 кузов за 4 сотки. Сюда пригнал, Казахам продал за 515. У меня вообще 100 тысяч, короче, за неделю. Ну, не за неделю, за две. Ничего не делая с тачкой, вообще сотка на карман. Это у меня уже ни кредитов, ни долгов, ничего нет. Я уже как в свободном плавании такой двигаюсь. Такой думаю, ну все, я опять еду в Москву, поедущую тачку возьму. Короче, приезжаем с пацаном в Москву, идем в автосалон. Гавна, салон, сейчас не побоюсь этого слова. И там начинается развод конкретно. Я смотрю Kia Rio, не помню, 12-й год или какой это был. Я говорю, все, я ее беру, там какая-то цена сладкая. Они говорят, ну вот, вам надо, короче, внести платеж. Ну, в смысле, не платеж, а за нее рассчитаться. И мы будем документы оформлять. Я говорю, ну давайте, хорошо, там цена какая-то такая, прям, ну нормально с нее можно было заработать. А тогда как раз пользовались спросом особым. Это вот Солярис, Икеария, Тианы, там, и такие, ну вот, до 500 тысяч. У меня глаза за ведущие, там ценники, я уже бабки считаю, доходы, все. Они мне дают договор, там, я не знаю, страниц, наверное, 20, если не больше. Я его так быстро пролистываю, смотрю, там цена стоит, там, например, 400 тысяч, там. Все, я деньги отдаю, идем в комнату ожидания, это был обед, и мы сидим до вечера. Уже вечер, короче, все, уже нервничаю. Думаю, что такое? Короче, потом происходит вообще прикол. Они меня зовут, говорят, ну, чтобы забрать машину, вам надо, короче, еще доплатить. Я говорю, что? Кого доплатить? Они говорят, ну там, какую-то еще там сумму называют, 150 или 160 тысяч. Я говорю, как же, цена вот такая была. Они говорят, ну как же, вы договор читали невнимательно. Здесь цена указана, там, за машину, ну, к примеру, я сейчас образно вам говорю. Вы внесли 400, там, да, а машина стоит 560, то есть вам еще надо 160 доплатить. Но вот эта цена, 560 тысяч, она не цифрами написана, как цифры платежа аванса вот этого, от буквами. Короче, кипиш, там, суть до дела, уже конец дня рабочего, салон закрывается, все это быстрее, быстрее. А я говорю, ну, короче, какой расклад, они говорят, ну, какой расклад, вы либо нам доплачиваете, либо, короче, платить неустойку нам. Либо, короче, вы купаете, вот у нас есть еще там ряд автомобилей бюджетных, их можете взять. Короче, мы пошли, посмотрели тачки, там тачек нет, был там один какой-то, Тагас Вега. Это многие даже не слышали о такой машине, это типа Рено, нет, не Рено, Шевроле, Шевроле Лачете, но не она, ну, в общем, не суть, важно. Короче, я беру этот Шевроле, этот Тагас Вега, они мне еще часть денег возвращают, еду с Москвы в Новосибирск, потом меняю этот Тагас Вега на Део Матис 12-го года с доплатой вроде бы, потом этот Део Матис я меняю на ЦРВ, ЦРВ продаю за 200 тысяч, короче, там я не помню, но, короче, ответ на вопрос, какова сумма, на сколько ты попал, где-то 120 тысяч примерно, или 180 даже, не помню. Но, как бы, я как верующий человек, я понимаю, что Бог все это все равно контролировал, да, я, как бы, ну, к этому отнесся, ну, как бы, да, я, ну, потерял деньги, нормальные деньги такие, но могу сейчас сказать, что через год уже я эти деньги вернул Бог, мне все это возместил, все эти деньги, ну, было, как бы, ну, слава Богу. В общем, что, еще какой тут у нас был ответ на вопрос, как я начал с Ютубом, да, да, просто, смотрел тоже какие-то ролики, был в Казани, искал Авенсис себе, точнее, я уже тачку нашел, сдал Серегу, он ехал там с Нижнего, делать было нечего, я просто смотрел Ютуб. Смотрю там, Маковский, Ваня Перекуб, короче, там снимают ролики, думаю, а что, дай попробую. Первый ролик у нас был, я, мы с Серегой купили премку на двоих, кстати, кому интересно, можете на YouTube посмотреть, найти первое видео самое наше, оно там маленькое, но это вот наше первое видео, и мы запилили, и потом, потом думаю, ну, а почему нет, буду так же снимать, да, там, просто для себя, и вот я постепенно, постепенно, вот, снимаю, и уже у нас перевалило там за две тысячи подписчиков уже две стопы, с чем-то там. Вот, какие планы на будущее, планы на будущее купить тачки, это основной, да, план, сейчас цены, вообще непонятно, что на рынке происходит, дурдом полный, в общем, ну, я думаю, все будет нормально, потом продолжать проект от резины до машины, если есть тачки, предлагайте, готов приехать к вам в регион, не вопрос купить, ну, и развивать YouTube, в принципе, какие планы, все, еще вопросы есть какие, почему там тачки долго продаются, но у меня своя политика, и если вы планируете заниматься машинами, вам обязательно нужно придерживаться какой-то своей тактики, вот у меня тактика, допустим, такая, ну, вот я взял машину, подготовил, и потом она может быстро продаться, может долго, да, но я лучше побольше заработаю, и побольше времени проведу дома, ну, потому что у меня еще свои, там, церковь ездила дома, там, и так далее, и тому подобное, кто-то выбирает по-другому, да, привез, там, 20 тысяч накинул, продал, опять уехал, но я не хочу жить, точнее, как, я не хочу жить в дороге, не хочу жить для того, чтобы работать, я хочу работать для того, чтобы жить, то есть, другими словами, я хочу работать, чтобы просто мне хватало денег на существование, чтобы мне можно было кормить жену, семью, там, и так далее, и тому подобное, да, ну, я думаю, вот такой информационный ролик зашел, еще раз всех поздравляю вас с новым 2002 годом, желаю всем здоровья, краткий такой ракурс, если вы хотите изменить свою жизнь, конечно, вы можете это сделать, с чего начать, можно начать с обычной кредитки, да, которую сейчас всем в банках дают. Какой сейчас бюджет у меня, ну, 2 миллиона примерно, я сейчас в этом диапазоне работаю, как бы, больше, но не поднимаю, и, ну, пока смысла в этом не вижу, занимаюсь бюджетными тачками, 500 плюс-минус, все, как бы, на этом, как говорится, всех обнял, до встречи, друзья, записали видео одним, одним этим, как называется, ракурсом, это такая у меня импровизация моей типа студии, но скоро перемещусь в гараж, у меня там есть комнатка, сделаю себе съемочную, и будем проводить с вами стримы, все, друзья, всех обнял. Субтитры создавал DimaTorzok